Сура 77. Посылаемые. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь, ветрами благими, посылаемыми поочерёдно, которые веют один за другим, и ветрами же разрушительными, бушующими сильно, и ветрами, распространяющими облака, гоня их, куда пожелает Аллах, и ангелами, нисходящими от Аллаха для того, чтобы различать твёрдо истину от лжи и правильный путь от заблуждения, и ангелами, передающими пророкам откровение от Аллаха, чтобы оно служило напоминанием его рабам о том, что он повелел им, как оправдание или предостережение. Ведь то, что вам, о люди, обещано в день суда, непременно произойдёт, и когда звёзды померкнут, перестанут светить, и когда небо, вселенная расколется, и когда горы развеются в пыль, и когда посланникам будет установлен срок, время, в день суда, когда Аллах рассудит между ними и их противниками, и когда они будут свидетельствовать против людей, которые не приняли их призыв. До какого дня дана отсрочка? До дня разделения. До дня суда, в который Аллах Всевышний рассудит всех по своей справедливости. И что дало тебе знать? Ты хоть знаешь, что такое день разделения? Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью этот день, не верившим в истинность обещания Аллаха о том, что день суда наступит. И почему же вы, о многобожники, не уверуете? Разве мы не погубили первых, неверующих из числа прежних общин, а именно общины пророка Нуха, Адитов и Самудян, за то, что они отвергли посланников? Потом мы отправим за ними вслед последних. С последующими неверующими поступим так же, потому что они в своем неверии подобны им. Так, таким же образом поступим мы с бунтарями, с теми, кто против Аллаха. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью истину, не верившим в то, что только один Аллах является истинным Богом, и что Он посылал к людям пророков, и что наступит день воскрешения, расчета и воздаяния. Разве мы не создали вас, о неверующие, из ничтожной жидкости мужского семени, и поместили ее, эту жидкость, в надежном месте, в утробе женщины, до известного только одному Аллаху срока? И мы же определили, каким Он будет, как будет выглядеть и когда родиться, и как прекрасно мы определяем, устанавливаем меру. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью то, что все могущество только у одного Аллаха. Разве мы не сделали землю, на которой вы живете, вместилищем для живых, которые на ее поверхности, и умерших, которые погребены внутри нее, и устроили на ней, на земле, устойчивые и высокие горы, и напоили вас водой пресной. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью, что все эти блага даровал милостивый Аллах, и будет сказано неверующим в день суда, ступайте к тому, что вы считали ложью, к аду. Ступайте к тени, под дым от ада, у которой три разветвления. Когда адский дым поднимается, он делится на три части. Не тенистой, эта тень не укрывает от жары дня суда, и не избавляет, не защищает она от пламени. Ведь он, ад, выбрасывает такие большие искры, каждая из которых по величине как замок, а по виду они как желтые верблюды. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью обещание Аллаха о наказании. Это день суда, день, когда не будут говорить неверующие в защиту себя. И не будет дано им позволения говорить, чтобы они оправдались, потому что не для этого оправдания. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью то, что будет в этот день. Это день суда, день разделения, когда Аллах рассудит между всеми творениями. Собрали мы вас, о неверующие этой общины, и первых неверующих из предыдущих общин. И если есть у вас какая-нибудь хитрость, чтобы избежать наказания, которое вы заслужили, то хитрите против меня, попробуйте избежать моей мести. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью день воздаяния. Поистине, остерегавшиеся наказания Аллаха, выполняя то, что он повелел, и оставляя то, что он запретил, окажутся в раю, среди тени деревьев и источников воды, и вкусных плодов, каких только не пожелают. Кушайте и пейте, наслаждайтесь за то благое и праведное, что вы совершали в своей земной жизни. Поистине, таким образом, мы воздаем добродеющим, которые были искренни в своих праведных делах и повиновении мне. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью день расчета и воздаяния, ад и рай. И Аллах Всевышний говорит неверующим, ешьте и пользуйтесь немного переходящими земными наслаждениями в этом мире. Поистине, вы бунтари, потому что предали Аллаха. Горе, вечное наказание будет в тот день, в день суда, считавшим ложью день расчета и воздаяния, ад и рай. И когда скажут им, этим многобожникам, кланяйтесь Аллаху поясным поклонам, совершайте молитвы, они не кланяются, не смиряются перед Аллахом, а наоборот, упорствуют в своем высокомерии. Горе, вечное наказание, будет в тот день, в день суда, считавшим ложью знамения Аллаха. Если уж вы не уверуете в книгу Аллаха, то в какой же рассказ после него, после Корана вы уверуете? Ведь в Коране найдется разъяснение всему, и он ясен в своей мудрости, решениях и повествованиях, и выше совершенства его выражения и смыслы.